В первую очередь мы идем еще о ценообразование, чтобы это было вкусно и интересно туристу. Действительно, один из топовых – это «Романовы в Сибири». И, в принципе, это действительно сформированный маршрут, но в нем есть дополнительные истории, которые предлагают туроператоры, туристам, прибывшим сюда. Если турист располагает временем, либо он хочет дополнительно прогуляться, он, соответственно, их берет. То же самое, что и в Сибирь по своей воле. Самый лайфтовый, там, с минимальным пакетом экскурсий – это вот «Привет, Сибирь» такая вот, да, то есть история, где там либо ты просто проживание, перелеты и какая-то одна экскурсия, либо что-то еще. И вот здесь очень важный момент, на самом деле, продуктовая линейка, она сейчас очень стала разнообразной. И мы сейчас еще наблюдаем, какую историю, даже туристы, которые приобрели пакеты, но они уже заранее продумывают свою программу здесь, и они начинают заранее обзванивать операторов, гидов, экскурсоводов и бронируют дополнительные себе возможности куда-то съездить. Но вот на меня все-таки, если в программе не включено, в топе, да, это выходит у нас музей Распутина, потому что это, наверное, одно из самых частых запрашиваемых моментов. Это «Черное золото Сибири», это экскурсия, связанная с нефтью, естественно. Это вот эти вот две такие одни из самых топовых, наверное, запрашиваемых экскурсий, которые есть. «Черное золото Сибири»